Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешно! Сегодня у нас 20 января 2019 года. Мы живем в Алтайском крае, город Барнаул. Я тут много времени провожу за компьютером, 14-16 часов каждый день. Очень большая почта, 29 миллионов просмотров, и все отвечать надо. Не просто проходной двор какой-то. Ну и за последние дни, известно, заболел наш большой близкий брат, товарищ, сотрудник Сергей Козлов из Воронежа. И вот сейчас у меня получил письмо. Готовлюсь ровно в 29 вечера, 21 час. Вот она мне написала 20.46, а сейчас 21 час. Ксения Юрьевна, Игнатий Тихонович, «Если это уместно и нужно, может вы снимете короткий ролик с просьбой о молитве за Сергея?» Вас смотрят многие его друзья, которые не знают о случившемся. На странице Сергея писали о его состоянии, но этим сообщением мало кто видел. А перед этим она написала, получила новости о дочери Сергея Козлова Яны. Вот что она пишет. «Только приехали с бабушкой от папы. Запустили нас в реанимацию на 5 минуток. Папа в очень тяжелом состоянии, под аппаратами, поддерживающая давление и вентиляцию легких. Нужна еще одна операция, но врачи пока не могут ее сделать, так как очень низкое давление». Вот чем вызвано желание, чтобы сказать. Я сразу открыл, где он работал, Сергей, вот от «Беседа без лицемерия». «Скайп», вот он, «Гудзар3», «Эмейл», «Житие», «Яндекс», все тут. Вот он лежит, Сергей. Тут видно. А это его ролики. Я каждый день выставляю один из роликов с его согласия. А он может брать мои. Мы с ним беседовали. У нас много бесед. Я ездил у него, был. Там с мамой хорошие отношения были, с Татьяной. Когда мы ездили по Европам. Уходили в Грецию. Поехали мы в Великобританию, в Испанию. И к нему заехали. Там у него были. Мама там нас всем снабдила. Она не знала, что там, да, где-то. И с Сергеем лично познакомились. Я не говорю, как первый раз мы познакомились. Я удивился, что у него как платок на голове. И сказал, я говорю, а что вы так одеты-то, как женщина? Он говорит, я парализованный. И далее уже все мы узнали. Они с мамой подали заявление, чтобы их приняли, сделали с членами Потеряевской общины. Вот заочно. Это единственные люди, которые пожелали так быть. Заочно. И поэтому, где бы мы что ни делали, мы их учитываем. Можем даже спросить, голосуют они или не голосуют. Ну, таких примеров не было. В Хрестовозвиженской общине здесь все время мы интересуемся его состоянием. И тут объявили сегодня все молятся. Вот Сергей 17 лет пролежал на вытяжку. Это много. Много. Вот мы считаем, в житиях святых бывает лежат больше, там, полвека и прочее. Ну, кому как дано. И вот он лежит, там, везде. Ну, болеет человек, болеет, гниет, там, с пролежами. А он какую работу вел, скольким людям глаза открыл. Вот так, если бы по-хорошему, ну, просто больной такой, я бы сказал, Господи, муки этого человека многое-многое уже сделали. Люди как-то более мужественными делались. Прости его и возьми его к себе. А здесь он нужен. Вот в таком положении. И чтобы вот так просить Бога, чтобы, Господи, оставь его, когда его муки такие, у него рак кишечника. А о чем просить-то? Просто молиться. Если можно было бы, чтобы призвали священника, исповедовался, пособоровался. Ну, что требуется православному христианину. И все-таки внутренно хочется, чтобы страдания уменьшились. Он мог бы еще пожить. И еще тут замыслы какие-то были для пользы людей. А теперь я говорю, кто там есть в Воронеже, сходите к нему. Снимите его и похороны, и отпевания, и все абсолютно заснять. И мне вышлите. Ну, на меня вам легко выйти. Все тут не выходить. Я вам покажу мой форум. Вот он где. Где он у меня здесь? Вот. Что-то не вижу, где он у меня порубит. Это вот заходит. Сейчас я открою. Потому что у меня тут заказчика идет, и не сразу найдешь. Вот оно где. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Кроме того, у меня очень хорошо работает. Вот Трофимов что-то написал. Сейчас я открою прямо сейчас. Вот о мой мир. Мой мир. Вот он, я сижу в шапке. Где в шапке? С голубем там не надо, там контрольные. Вот что-то Трофимов еще напишет. Добрый день. Долгий лета вам от Господа Бога. Что значит? Ну вот такое дело. Из-за страдания его я бы попросил скорее Господь, чтобы забрал его. Повторяю. Но Сергей такую огромную пользу приносит. Без его спроса я просто, воля Твоя да будет, Господи. Но желание, чтобы он остался без боли, как он до этого, он был года два назад. Боли, боли, все. Тут показано, как у него тут. Вот он лежит. Вот смотрите, какие присоски он тут показывает. Что у него тут было. Посмотри, откачивает из живота. Все органы в одну эту, говорит, слизистую. Это что? Это же не бочка лежит какая-то. Живой человек. Даже вот так шевелят я не могу. У меня все сжимается. У самого режут, когда меня резали там что? Это я просил обезболивания даже не делать. Но смотреть на другое, я не могу. Слабый насчет этого. И вот они, видишь, как обихоживает. Мама его, Татьяна. Вот тут, видишь, в перчатках. Это не два, не три дня. 17 лет. И он иконописец. И какие иконы он писал. Отовсюду люди. Вот этот человек очень-очень далеко известный. Даже тут отдельно ролик у него есть. И что у меня заказчика идет. Поэтому я еще тут пошел на свой канал вышел. Опять надо на Сергеев выйти. Вот он где. Остановить я не могу. У меня много очень роликов закачивается. Вот он здесь. Иконописец. Парализованный иконописец. Вот другой ролик я сейчас включаю. Парализованный иконописец. Парализованный иконописец. Ну и так понятно. Я всех прошу, помолитесь Богу. Как правильно молиться? Я, как говорится, в растерянности. По всему поприще его закончено. И просто так. Обойдемся без тебя, Сергей. Пусть тебя Господь возьмет к себе. И душа твоя спасена будет. Какие ты муки терпишь. Ну ради... Как будто не договорились чего-то. Всегда у нас были хорошие отношения. Те, которые на меня нападают. Они с Сергеем были в хороших отношениях. Они бешеные. Давай Сергей. Говорят, они меня бесноватым зовут и все. Попы ДС. Вот он претерпел и гонение. Ну и все такое. Ему Бог открыл очень многое. Он принял крещение. Были священники там как-то сделали. Так, чтобы вода не вытекала. Его повернуть-то никак нельзя. И принял крещение. Вот. Леночка, расскажите, пожалуйста, что случилось с вашим братом? В 2000... Это где-то там в Москве. В втором году у нас случилось. Это, видимо, сестра его говорит. Вот она. В студии там, где у Малахова, кажется. Но у меня тут трудно идет, и я поэтому... В семье беда. Мой брат... И вот здесь показывает. Ну, она его не может вот так вот закрутить. Система крутит на одном месте. Слабый интернет. И вот здесь все люди охают, ахают. А как он пишет? Он показал, как пишет. Я у него был, у него иконы, 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 иконы. Ну, не буду терзать эту систему, не дает. И на этом все. Помолиться. Не знаю, чего просить. Господи, да будет воля Твоя. Я только так могу молиться. Если можно, Господи, облегчи его страдания. А продлить, не продлить жизнь. Я в растерянности. Он сам рад уже уйти отсюда. И поэтому, да будет воля Твоя. Я благодарю Бога, что в моей жизни встретился такой человек. Он силой, герой нашего времени, так я его называю. Это мужество какое. Это вот как икона он рисует, показано все. Это Господь дал нам его на нашей жизни. Да, несчастный случай произошел. Семь позвонков были у него сломаны. Ему в 30 лет случилось. Сейчас ему 47 выходит уже тогда. Да благословит его Господь. И да помилует. Мы, мы знаем, священники молятся. И он их пустозвонов некоторых определял. Приходит, хихикает, хахакает. Он говорит, я ему сказал. Там один на меня что-то пишет. Он с ним встретился. Кто-то священник-то пришел и стал говорить. И он его сразу посадил на место. Ты что делаешь? Сам-то никакой. Я поэтому еще роликов много буду выставлять, которые у меня не с ним разговоры. Сколько в общей сложности, думали, более 50 роликов. Беседы с ним. И он отдельно с кем-то беседовал. Я их взял. На этом все. Да будет он благословен. Прими его в Царство Небесное, Господи. Это раб твой, труженик твой и друг твой, слуга твой. Богу слава. Еще я тут и говорил-то. 15 минут. Нет.